С правой стороны, вы видите, ну не все видят, еще не подъехали, театральная площадь, и впереди Красная Церковь, это Троицкая Церковь 19 века, построена на средства купцов, некоторые говорят, что она была освящена, но она не была освящена, затем революция, склад, а потом передано музею. Сейчас здесь выставка хрусталя, лаковые миниатюры и шитья. Вот с этой экспозиции мы и начнем экскурсию. Около валов были рвы, затопляемые водой, они по той подходили к золотым воротам, а по валам шли рубленные стены с башнями-бойницами. К сожалению, ни стен, ни рвов сейчас это не сохранилось, но часть этот ворот, часть вала, который вы видите. Продукция. Одним мальцом постепенно их продукция расширяется, выбирает наши мечты, не оставая эти заболевания. Конечно, последователи получают обракование, и за то, что они, это можно сказать, и люди, которые никогда не получали эту заплату, то есть люди на свои деньги. Это единственное, что наших мальчов, может быть, не все знают. Когда жена, рождают, что говорит о продаже, поэтому в революционном состоянии передает время, кто же у нас радует условия, чтобы он здесь не будет детал. То есть сам лучше, что там может сделать. Здесь вы видите, что начинается революция, поэтому об этом не все. Так что вы замечаете, у нас в Владимире, в 11-м веке стекольная забота. Толщики вверх, то есть мы встали, считая, что с учениками. В столице всталят, и там имеется не только кого-то всталят, но даже какие-то красивые. Молодцы! Золотые ворота Владимира! Золотые ворота Владимира! Золотые ворота Владимира! Золотие ворота? Дет�ое-золотые ворота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимирская горка. Владимирская горка. Театр во Владимире. Стиль ампир с левой стороны. Конечно, интерьер сейчас здесь современный, а экстерьер сохраняют 19 века. С правой стороны четырехэтажное здание дом губернатора. И вот внимательно смотрите направо в переулок. Написана аптека. Это дом, где родился Лазарев. Здесь недалеко от золотых ворот он родился. А вот это место с правой стороны, блинчики где? Бывшая Пятницкая церковь. Теперь ее нет. Слева торговые ряды. Для всех губернских городов это характерно. Торговые ряды 18 века. И мы подъезжаем сейчас к соборной площади. Она так называется потому, что здесь главные соборы. Подчеркиваю, не только Владимира. Успенский собор в Сиярусе. Вот это здание построено за два года. Только думайте, 1158-1160 за два года по приказу Андрея Богожевского. Документы, документы, это летопись нам говорит, что Бог привлек мастеров со всей земли. То есть огромное количество людей строили этот храм. Что значит мастер-бутовый канал? Вот так вот. Камни там есть? Пасадик Магеневич. Вот это не только здесь. Да, здесь есть 3 метра. Камни. Садик. Успенский собор на Владимире 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 Это фотография нашей планеты. Завстрали и так далее. Это видное оживление. А сам дворец в Нюхомске выиграл, проиграл и так далее. И мы, ребят, не так, не то, что, как мы сейчас знаем. То есть вот наша и такая была комната. Это посунка. А боковые ручки так подняешься. Выше так подняешься. И букетик на меня. А можно у вас уложить? Вот так. Это фотография. Вот по ним. Очень. Бородовский, русский, русский. Субтитры делал DimaTorzok 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 В Южной Америке, в Европе, в Африке и так далее. Восемь. В России один Суздаль. Итак, Суздаль. Как я уже говорила, хотя быстро. Но ведь каждый приход старался сделать хрампные грузы. Сейчас мы приедем, часть проедем по центральной дороге. Главная улица и дорога в протяженности 3 километра. И подъедем к музею Древянного Зодчества. Здесь мы с вами сейчас изучим. Мы первые приехали. Здесь сейчас будут балы народа, сувениры, чтобы потом нам уже не отвлекаться. Они везде в Суздале одинаковы. Везде, поверьте мне. Кто хочет купить, как называется, медауху, фирменный напиток Суздаля, то, ради бога, запечатанные в Великте, это тоже более ста. Даже по минуте, то вы понимаете, надо сто минут. Но весь Суздаль мы с вами пройдем и проедем. Итак, мы в Суздале. Одноэтажные, двухэтажные дома. С правой стороны сейчас будет первая пара церквей. Летний и зимний храм, соединенный колоколинкой. Вот основные черты Суздаля. Три. Первая. Трехчастное деление. Крепок. Торговый посадок и монастырские подходы. Вторая черта. Парные церкви. Зимний и летний храм, соединенный колоколинкой. И третья черта, я ее покажу позднее, асимметрия. Это характеризует только Суздаль. Пойстистики. С чего начнем? Сперемешем. Сперемешем. Хорошо. Сперемешем. Город Суздаль стоит на реке Каменки. Каменка впадает в Нер. Нер в Клязьбу. Клязьба в Аку. Ака в Волгу. Торговые и хлебные дороги. Конечно, сейчас Каменка не так глубока и широка. Но, поверьте мне, в средние века ладьи не корабли и лодки, а ладьи, грушевые товарами, привозили заморские и вывозили суздальские. Сейчас мы повернем налево. Проедем вдоль реки Каменки. И на берегу реки Каменки вы будете видеть амбары. Дабы далеко не ходить, грузили товары прямо на берегу Каменки. И сохранившиеся несколько амбаров сейчас вы будете видеть. В городе Суздале проживает 12 тысяч жителей. С левой стороны это гостиничный комплекс Пушкарская Слобода. Много тоже говорили о том, что они изменяют. Здесь жили когда-то пушкари, оружейники. Отсюда и название Пушкарская Слобода. Зал Каменка и Кремль. Мы туда с вами пешком пройдем. По интересному мостику через реку Каменку. Музей деревянного зодчества. Здесь самые различные сувениры. Янтик вам, что хотите. И потом повторяю, почти не буду давать время. Просто его не будет. Надо же суздок смотреть. А сейчас здесь никого нет. Все будет перед вами. После того, как вы закупите свои сувениры, положите, чтобы они вам не мешали в автобус, мы пойдем, потому что с 10 часов открыт музей, мы пойдем в музей деревянного зодчества. Не все еще товары раскрыты, но все равно можно купить. Здесь очень богатый выбор. И туда дальше пройти там тоже есть выбор. Музей деревянный зодчества. Музей деревянного зодчества. Самые лучшие постройки в нашей только Владимирской области приведены сюда. В основном это 18-й век. Вот перед вами два храма. Это Спасо-Преображенская церковь, а это Воскресенская. Ну и, конечно, сразу вы верите, слишком вражая архитектура. А вот Спасо-Преображенская церковь архитектура вообще не типична для нас, для Суздаля. И действительно так. Документы нам говорят, богатая птица пригласила север-мастеров, дабы на удивление и на радость струбили необычную церковку. Это действительно больше напоминает север. Так, прошу вас сюда. Как в Ужгороде. А внимание, вначале здесь на этой территории был Дмитриевский монастырь, сахленный татарами. Зачем туда такая территория, как-то заброшенная? Ну, здесь, во-первых, проходят праздники русской березки, хвои, здесь проходят богатюрские войны, а праздник окурсанами, как-то слышали. А куриц для Суздаля это особый, так сказать. Так, так сказать. Неотапливаемые клетки полуживого назначения. Так, клеить дургом плодовое и... А столовая, на стенах. Который не получится листья распечки. Ну, во-первых, для хозяина и хозяйки это... А это берегу сушенок, а можем славиться общаться. Ох, ватноколеса, это прекрасно. Это вот все нужно быть используем. Все рационально и очень четко. Четко. Сядь на яблонь, кукур яблонь, да на редку зелену, Да пропой, пропой мне песню, Пой, пропой, пую любовь. Пой, да редка, Так бывает, Что летела лев до па. Житкая река там бывает, Что буря в газонах. За окошком разметались Белые снежиночки, Кабы жизнь начать сначала, Буря в нажиме на ноги, Кабы Грибоч Merci. Спасибо. Все три, все три не шипят. Сглазили, вы сказали, что это хорошо. А вы будете большие шернова и вращения, и, конечно, полностью устройство мельницы. Как крылья работали, обратите внимание, как поднималась по лестнице, если какая-то неисправность, надо было именно наладить работу мельницы. То есть полностью в этой миниатюре, это все мои, это мои все. У меня 40 человек, 37, 38, 40 человек, да. Просто они фотографировали, это все мои ходят. Так что внимательно посмотрите, поменяйте с местами, все убрано. Как хозяйка, может, нам... Минуточку, послушайте хозяйство. Послушайте, внимание. Ну давайте сам процесс расскажу тогда, будет. Значит, чтобы поймать ветер, люки указывают направление ветра. Вот эта деталь сзади наша мельница, это воротило. При помощи лошадки, ну и 3-4 крепких молодца, тоже с этой задачей справлялись, приподнимали и поворачивали наш шатер лопастями на ветер. Лопасти поймали ветер, воротило закрепили. Шатер вращается на 360 градусов в одну и в другую сторону. Ветер раскручивает лопасти и приводит в движение горизонтальный вал, на котором находится маховое колесо. Вот она, зубчатая передача. Ну, принцип механики какой. Большое колесо раскручивать мало. И приходит в движение главный вал стояк. Вот он у нас в центре. От стояка приходит в движение нижний механизм. Тот же принцип зубчатой передачи. И шестеренка вращает жерновые колесики. Эти колесики приводят в движение сами жернова. С каждой стороны по два камня. Обратите внимание, нижний жернов лежит, он стационарный, называется лежняк. Верхний по нему вращается, бегут. То есть происходит трение. Смотрите. Вот в эти ящики на цепях, они называются тюрики. Засыпались. Сфотографируйте. Одну секундочку, сейчас войдем. Сфотографируйте. Одну секундочку. Все, спасибо. Все, обходите. Видите, какие полотенца делают? Да. Сфотографируйте. 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 Суздаль. Суздаль. Сфотографируйте. Вот такая апиевая дорога по-суздальски. О, Русь, малиновое поле, Веси, упавши в реку, Люблю до радости и боли Твою озерную тоску. Вот так используется эта сейчас семья. Теперь хочу обратить внимание на эту церковь. Эта деревянная церковь привезена из села Глоково Юрифальского района. Из-за этого деревянного великолепного управления И вот эта церковь привезена сюда не когда бы все разбирали, а потом собирали. В начале все будет этот прав... Продолжение следует... 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 Здесь спели. Мы это тоже пели. Давайте по дороге пойдем, чтобы не терялись. Мы это тоже пели. Красавица. 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 Площадь Суды Площадь Суды Спасли Финерский монастырь А вот они идут обратно Сейчас мы их развернем Мы преподавали, что на Небелосе Вот и голосами не может быть Это всего один кадр Нет, это не наше Это не наше Хорошо, что же не наше Плажа 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 Откровилось Выступление Павловича К тому, что Метод суток Украины Он пришел как в РАК Советский Союз Но покидает И не советует С оружием И все На Советы Вы не думаете Что это происходит Делайте 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 Если Украина Для Делайте Нарезает Принес Делайте Есть Больше в Сola Делайте Через Одно В в Плажное Все это лечебные Но В 1812 В 19-м году, когда французы вошли в Москву, в Москву покидали наши, и в том числе оказался потеряющими травами. У него территория была около земля, не здесь, просто я рассказываю, здесь самолетка. И в том числе, у него здесь следует заслуга, который был в жизни необыкновенного кровя, не в сих поре. Продолжение следует... Пойдем, а то у нас пойдет. С левой стороны, да, купеческая лавка, винная теперь, и сейчас с левой стороны, кто не успел посмотреть, два необыкновенных домика. Один домик хозяин отремонтировал по-новому, вы увидите, а второй фриз и наличники перенес старые. Это настоящее деревянное кружево 18 века. Приготовьтесь, подъезжаем. Вот первый домик, сразу видно, что это новотел. А вот рядом домик, деревянное кружево, вот этот, 18 век. Ну а мы с вами сейчас едем уже к Советской площади, это центр города Суздаля. И городские власти тоже не превышают двух этажей. С левой стороны Троицкого вдовьего монастыря, которые соединяются с крепостными стенами Резоположенского монастыря, действующего в настоящее время женского монастыря. Ну а мы сейчас с правой стороны видим колокольню, 72 метра высоты. Здесь Бальзаминов мечтался от генералов, здесь тоже шли съемки. А если бы мы прямо прошли через ворота, Резоположенский, женский, действующий нас здесь. А мы сейчас с вами покидаем монастырские подворья и спускаемся по Нитеке, Нитека. Когда Суздаля не услышали о том, что идут татары, в срочном порядке роют ров, дабы дополнительно укрепить город. Но они просчитались. Ров-то вырыли, а не потекла вода. Отсюда и Нитека. И улица Нитека с левой стороны. А справа удивительные двухшатровые святые ворота Резоположенского монастыря. Обычно мы не знаем, кто строил мастера, только знаем заказчика. А вот эти ворота, известно, строили лучшие суздальские мастера. Мамин, Хмаков, Грязнов. Слева остается Нитека. А мы с вами приближаемся к Покровке на Морковке. Здесь, повторяю, Каменка делает питье. Здесь и расположен в долине Покровский женский аристократический монастырь. Он не случайно называется аристократическим. Это был монастырь особый, куда свелались самые высокие женщины из боярских, княжеских, царских семей. Именно сюда была сослана первая жена Василия Третьего Соломонии Соборова. Именно сюда была сослана первая жена Петра Первого Евдокия Латухина. Когда сюда ссылались вениценосные особы, огромные вклады получал монастырь, за счет чего и богател. Сколько было монахинь в этом монастыре? Тридцать две. А этому монастырю принадлежало семь с половиной тысяч крепостных душ. Даже после секуляризации, которую провел Петр, первый класс монастырь, второй и так далее, этот монастырь получал гораздо большую сумму, чем монастыри первого класса. Итак, проезжаем Каменку. Справа остается у нас Александра Невского монастырь и визоположенский. И уже с правой стороны мы видим первые постройки Покровского монастыря. Сейчас мы подъедем. Улочка очень узкая. Прошу вас выходить, не задерживаться. И также там все вместе быть, чтобы нам вовремя приехать на обед. Покровский монастырь, как и Спас Епимий, был заложен в середине 14 века. И, конечно, в 14 веке были здесь постройки, вот такая улица, улица еще стоят, они одеваются камнем. Вот крепостные стены, которые мы будем в Покровском монастыре видеть, это 16 век. Средства Василия Третьего. Василий Третий Соломонию очень любил. Он огромные вклады внес. И, может быть, и не хотел. 20 лет они прожили супружеской жизнью. Но придворные интриги привели к тому, раз нет наследника, надо неплодную сослать. А поляки были заинтересованы посадить на русский престол свою вставниницу. И молодая красавица Елена Глинская становится второй женой Василия Третьего. Но четыре года нет наследника. А везде великокняженскую семью сопровождает Виктор Поктина Уболенский. И лишь в 1530 году раздается у Василия Елены Глинской сын, будущий царь Иван Грозный. Выходим, я продолжу рассказ уже в самом монастыре. Виктор Поктина Уболенский Итак, это действующий женский монастырь. В нашей территории, только небольшая вот эта с два монастыря, вы видите Покровский собор, сохраняет старину трехглавие и слемовидное покрытие, не то, что было принято с самого древности. И обратите внимание, килибидное позакомарное покрытие, кокошники такие своеобразные, и с трех сторон галереи гульбище. Церковь стоит как бы на возвышении, на подклете, нижний этаж, подклете. Это не случайно, это усыпальница. Венециносные особы были там захоронены, на подклете. И вот теперь вы внимательно посмотрели на этот собор, и давайте перенесем. Смотри, какие монастыряные. И различные, так сказать, истина, в том числе и разбойники, и жяри. Если уж к одному сыну не стекло, то тогда Россия может вспомнить. Не было таких баллов. Поэтому этим общество, конечно, вызвало... А, еле-еле, видим, 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 видим. Так, еще раз сейчас обратите внимание на храмы слева, походы автобуса, парные церкви. Еще раз, как говорится вам, здоровья, благ, познания. Ждем вас еще раз. Приезжайте к нам на более длительное время. Ну а теперь отдыхайте. Если только вопросы, какие я отвечу, на обратном пути мы отдыхаем. Мы хотим сказать вам спасибо, Россия. Большое спасибо.